Областной совет ветеранов войны и труда провел плену, на котором подвел итоги работы и определился задачами на будущий год. Одним из главных результатов деятельности стало внесение изменений в областной закон о детях войны. Этим людям выпала нелегкая доля. Вместо игры и учебы им приходилось каждодневно помогать взрослым, трудиться на благо фронта и восстанавливать разрушенную страну. В регионе к этой категории граждан причислено 90 600 человек. По решению губернатора Сергея Ивановича Морозова закон в 2016 году расширен. Принимали в 2011, в 2016 мы его расширили. Дети войны, как и участники войны, теперь имеют право вне очередного приема в поликлиниках. В предыдущем тексте закона этого не было. Ко дню победы 9 мая, с 1 января 2017 года увеличена выплата с 500 до 1000 рублей. При областном совете ветеранов создана комиссия по работе с детьми войны. В задачу группы входит активное привлечение к ветеранской деятельности. На следующий год ветераны планируют увековечить славу тех, кому выпала честь участвовать в восстановлении хозяйства страны после Великой Отечественной войны. Дети войны входят в эту почетную категорию. Сегодня наша задача, наверное, сделать таким образом, чтобы увековечить память тех, кто восстанавливал народное хозяйство после Великой Отечественной войны. Я имею в виду это героев социалистического труда и кавалеров ордена торговой славы. Заботятся ветераны и воспитания подрастающего поколения и передача своего опыта. Спикер законодательного собрания Анатолий Бакаев, участвовавший в заседании, привел в пример шествия бессмертного полка. Подобные акции должны быть продолжены. Глава Совета ветеранов Сергей Ермаков неоднократно выступал с инициативой проведения в дополнение к бессмертному полку шествия в память тружеников тыла. Предложением интересуется в Москве. И вполне возможно, что идея областного совета ветеранов может в скором времени воплотиться в жизнь. Егор Титов, Юрий Конехин, новость Ульяновской правды.